В Люберцах состоялись соревнования по масс-рестлингу. Участники из разных школ приехали побороться за победу в турнире и за главный приз. За схватками наблюдала Анастасия Кладинова. Это ежегодный турнир, который посвящен окончанию соревновательного сезона по масс-рестлингу. Участники боролись за главный приз Кубок Деда Мороза 2023. Здесь юноши и девушки в возрасте от 13 до 17 лет. Ученики из разных школ городского округа приехали, чтобы забрать главный Кубок года. Масс-рестлинг сам по себе хороший вид единоборства, потому что это единственный вид единоборства, где нет прямого контакта соперника. То есть вся борьба через палку. Соответственно, самое главное правило это оторвать палку, вырвать ее у соперника, либо соперника перетянуть на свою сторону. Кирилл Горловой уже окончил две схватки. Из них он вышел победителем и попал в полуфинал. Помимо основных правил в масс-рестлинге есть и разрешенные приемы, которые помогают участникам выиграть. Сильный соперник, но все равно я пришел за выигрышем, чтобы выиграть. И все силы вложил, чтобы выиграть. Приемы ногами вытянуть, выдернуть и шаг влево-вправо. Это помогло мне выиграть данные схватки. Но победа может зависеть не только от хорошо подготовленного участника. Большую роль играет и группа поддержки. Так ученики школы номер 28 нарисовали плакат и активно болели за свою команду. Мы все тут с ребятами собрались и мы болеем за 28-ю школу. Я думаю, что это очень важно, потому что ребята выходят, выступают, они хотят, чтобы за них болели. А мы тут, чтобы их поддержать. В соревнованиях приняли участие больше 70 человек. За призовые места спортсменам вручали грамоты, кубки и медали. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.